здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из москвы российский политолог политолог аббас голямов здравствуйте аббас здравствуйте ну вот мы несколько дней с вами все никак не могли договориться организовать нашу встречу видео встречу и поговорить о происходящем в россии я имею ввиду принятые поправки конституции и все что творится вокруг этого но пока за эти дни на первый план вышла проблема коронавируса поэтому сначала традиционный вопрос я задаю всем своим собеседникам сейчас из разных стран независимо от темы на которую мы говорим как обстоят дела в россии что такое коронавирус по-русски я думал меня спросите не кашляю ли я знаете в отличие от израиля у нас очень мало людей кто видимо соблюдает правила всей вот этой личной гигиены то есть вот если в израиле ну вот когда скандал стал таким знаете таким заметным серьезным да у нас все строго не только строго но граждане демонстрируют высокий такой уровень самосознания людей в масках на или даже в перчатках стало достаточно много в россии это все еще редкость это сильное исключение вот и и общественные места люди ходят меньше стали ходить наверное но все таки и рестораны заполнены и значит даже ночные клубы говорят в общем то тоже так не пустуют то есть люди пока еще не восприняли это остро это какая-то некая сказка о чем-то происходящем где-то далеко не у нас знаете может быть люди привыкли к апокалиптическим картинкам того что происходит на западе до российские телевидение на протяжении всех там 20 лет путинского режима регулярно этим это демонстрирует и в этом смысле знаете наше телевидение она оказалась ситуации того мальчика который постоянно кричал волки когда волки прибежали никто всерьез к его крикам уже не отнесся слишком часто он это делал этим баловался вот у нас то но знаете очень любили в последние годы рисовать апокалиптическую картину того что происходит в европе связи с на полом мигрантов сколько раз бывало когда туда прилетаешь сам смотришь на то что происходит на улице а неважно пореже ли это в леоне ли в мюнхене ли вот ты сравнивать с российской телевизионной картинкой ты понимаешь на самом деле вообще ничего страшного не происходит черных лиц на улице совсем не так много как об этом говорят на российском телевидении российские телевидения показывают какие-то жуткие вещи понимаете вот российские зрители привык потому что нам постоянно рассказывать что там там все это где-то там там все плохо там страшно да поэтому люди вот к этому как к сериалу какому-то и относятся по-моему люди не прочувствовали что это речь идет лично о них ну то есть вот эта традиция знаете русского бунта не бунта активного протестного какого-то да который вот выводит людей реально протестовать биться с властями да бунта такого холопского когда знаете холопы вот за сараем там барина обсуждают злословят по его поводу смеются над ним издеваются а потом барин выходит на крыльцо кричит их и они со всех ног бегут чтобы его любое желание удовлетворить вот вот он такой наш бунт проявляется в том что люди над рекомендациями правительства смеются и всерьез к ним не относятся понятно хорошо вернемся к теме о которой мы с вами договаривались поговорить это принятые поправки конституции все время идут разные толкования по этому поводу кто-то говорит что самое существенное это была поправка кто-то это кто-то из политологов говорит что это все дымовая завеса которая нужна была для того чтобы путин обеспечил себе оставаться у власти на неопределенный совершенно срок так что же собственно говоря произошло в реальности потому что терминология разная от самых критичной произошел переворот до другой до ничего собственно говоря не произошло все осталось как прежде и будет как прежде на ваш взгляд с чем же все-таки столкнулась сегодня политическая система россии ну смотрите оценки разные потому что можно оценивать с разных позиций вот с точки зрения нормативно-правовой с точки зрения институционального анализа конечно происходящее это очень серьезные изменения которые значит ну бросается в глаза их нельзя игнорировать например обнуление сроков путина так сказать да но действительно выясняется что он будет править еще 12 лет получил во всяком случае получил возможность это сделать теперь его ничто не делать не сдерживает кроме собственного желания вот с другой стороны если смотреть вот с точки зрения реально того чтобы реально происходящего а что путин его не было что ли чего-то вон вдруг от ниоткуда возьмется нет он и так тут сидит то есть ничего не изменится вроде когда что тогда паниковать и вообще зачем обращать на это внимание ведь действительно ничего не меняется вот институционалисты говорят ах путин получил возможность увольнять судей верховного и конституционных судов топ того права которого у него раньше не было скептик или такой реалист можно так сказать да это назвать реалист говорит слушайте ну а путин у нас раньше что не в состоянии был организовать увольнение судей судей конституционного и верховных судов если хотел бы через коллегию судейскую которую он полностью контролирует через свою администрацию конечно мог то есть в реальность ничего не поменялось да но институциональный институт президента укрепился поэтому вот можно по-разному на происходящие смотреть с одной стороны в текущем раскладе ничего не поменялось путин как был царем так и остался у которого есть абсолютная власть над всей той части российской политики которая оформлена в виде каких-то институтов институционализированной у путина же нет ни одного института который может выступить против его воли вот только что конституционный суд например но мы сами видели наступив на горло собственной песни с тому вердикту который он сам вынес чуть больше 20 лет назад в 98 году значит взял и за сутки даже ну это смешно за сутки практически написал вердикт что все хорошо все можно вот или когда региональные законодательные собрания законодательные собрания всех регионов российской федерации за сутки максимум за полтора суток там несколько регионов чуть-чуть припозднились организовали обсуждение всего пакета поправок повторюсь там десятки поправок да и массово тут же проголосовали то есть вот в институциональном пространстве нет ни одного института который не то что там будет сопротивляться путина который просто хотя бы не помчится с вами голову выполнять его волю а сделать вид что думает даже виды делать не будут вот с другой стороны за пределами институционального пространства есть такой мощный ограничитель как неорганизованная несистемная оппозиция помноженное на протестное растущее протестное голосование в прошлом году мы во всех россии видели его силу в москве когда на выборах в законодательные в законодательные собрания москвы мосгордуму власть которая не зарегистрировала ни одного по-настоящему сильного протестного кандидата оппозиционного кандидата тем не менее умудрилась проиграть из 45 одномандатных округов которые разыгрывались 20 то есть почти половину большинстве яна победила с трудом то есть практически на бровях проползла вот то есть институт выдвижения депутатов институт контроля за выдвижением избирательные институты власть контролирует но благодаря вот той не несуционализированной силе каковы являются протестные избиратели и несуционализированная же протестная оппозиция несистемная оппозиция значит эти избиратели прорвались систему да и практически заблокировали ее функционирование мосгордуму едва едва не оказалась оппозиционной и она сейчас создает большое количество проблем властям которые раньше там в мосгордуме вообще проблем не видели теперь оппозиция там знаете московской власти прямо терзает чиновники боятся туда ходить раньше они туда шли как на праздник а сейчас идут туда как на Голгофу и вот Москва это пример да вот в целом российском политическом процессе сейчас выделяется две таких два полюса противоположных это вот институционализированная система которая полностью контролируется Путиным и институционализированная которая противостоит Путину и вот этим политическим институтам которые вокруг него так сказать группируются вот как то так понятно оба скажите пожалуйста вот я хорошо помню допустим как в середине семидесятых годов то есть самый такой расцвет застой если можно так словосочетание такое употреблять рождалась снизу инициатива в цехах на заводах проводились митинги выдвигались предложения по избранию кого-то потом Москва откликалась на эти инициативы и проходил праздник демократии тот или иной и тогда я задавался вопросом все все понимают а зачем этот ритуал для чего кого мы обманываем кого он нужен ну и сдайте приказ думал я да и все дело с концом вот аналогичный вопрос невольно возникает и сейчас а зачем весь вот все это весь этот спектакль с терешковой с этой инициативой снизу с срочным приездом со ссылкой на конституционный суд который упоминал и так далее а зачем все это нужно но чтобы не возмущать общество чересчур сильно знаете как говорят лицемерие это та дань которую порог платит добродетели совсем без лицемерия обойтись уже сложно избиратель даже наш неискушенный российский избиратель все равно пропитался вот этими идеалами там европейскими идеалами последних двухсот лет начиная с идеалов просвещения да и все равно усвоил мысль о том что источник власти народ вот нереально конечно пока к сожалению но в идеале должен быть и когда людей слишком явно сильно обманывают по этому поводу когда они видят что их мнением слишком демонстративно пренебрегают их это взлет и это выражается в протестном голосовании в течение ситуации когда можно действовать примерно так как вы сказали вот так сказать сбросить маски да и открыто наплевать на имеющиеся нормы для этого нужна легитимность которую называли легитимностью экономической вот если уровень жизни населения растет если население удовлетворено тем как правительство решает его проблемы в целом и чувствует что растет его уровень жизни да в этой ситуации население в принципе очень многое готово просить людям властям в политическом смысле в том числе и очевидное нарушение каких-то норм современных демократических вот но в ситуации когда вот этой экономической легитимности нет да в дело тогда вступает другая легитимность Хантингтон называл ее процедурной вот эта процедурная легитимность она базируется на понимании людей что мы сами избрали эту власть она в общем-то имеет право быть там то есть быть в Кремле да или как в Израиле в Кнессике значит она она имеет право на существование и тогда даже если люди недовольны курсом который проводится властями но они не восстанут против они не восстанут против потому что они 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 привыкли ну они они привыкли к самой процедуре они будут ждать просто следующих выборов да с тем чтобы проголосовать против на улице они не выйдут вот легитимность это вот такая штука которая на двух ногах стоит да на экономической и на процедурной Путин долгие годы стоял в основном на экономической то есть людей не очень интересовали такие вещи как фальсификации выборов да они догадывались что все выборы в России фальсифицируются но в общем их не сильно это волновало потому что в принципе они не хотели сильно смены власти они считали что Путин справляется со своими обязанностями ведет в страну в светлое будущее вот и их уровень жизни и обеспечивает рост уровня жизни людей вот и в тот момент Путин на эту процедурную легитимность крепко стоит на одной ноге да мог в принципе не сильно беспокоиться по поводу состояния второй ноги но в последние же годы ситуация стала ухудшаться вот например ну сначала просто экономика перестала расти перестали расти реальные доходы населения потом они постепенно стали снижаться вот потом вообще вот эта пенсионная реформа очень сильно так сказать косила режим а сейчас ну у нас рубль же падает с катастрофической скоростью он еще там 3 недели назад стоил 60 62 там может быть а сейчас стоит уже за 80 то есть чуть ли не на треть в общем то можно сказать да за 2 недели люди обеднели вообще то да и в этой ситуации экономическая легитимность ну прям совсем вот эта нога ослабела и надо переносить свой вес вес своего тела на другую ногу на процедурную понимаете то есть люди должны поверить в то что путин правит по праву поэтому вот родилась эта идея бестолковая идея с этим всенародным голосованием да а-ля референдум который на самом деле по закону не требуется но путин захотел посоветоваться с народом так сказать да вот то есть они власти сейчас не рискуют откровенно выбирать вот эти демократические нормы идеалы так сказать народовластия они стараются им соответствовать другое дело что получается у них плохо что изверившись во втыне не поверят не поверят в рубле вот люди привыкли что выборы фальсифицируют поэтому мало кто сомневается что итоги референдума будут фальсифицированы вот поэтому в целом легитимность российских властей все равно продолжить слабеть какие бы они усилия не делали но они точно продолжают вопрос они точно власти не будут пытаться так сказать окончательно подкосить себя слишком демонстративно игнорируя вот эти требования идеалов демократии да поэтому терешкова поэтому конституционный суд поэтому государственная дума да вот вроде как все они одобряют не путин сам понятно аббас большое спасибо что нашли для нас время всего вам доброго и не болейте напомню что с нами на связи из москвы был российский политолог аббас голямов до свидания а все You Продолжение следует...